Привет друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. 5 мая прошел WWDC, на котором Apple анонсировали свои первые очки дополненной реальности. Apple Vision Pro со следующими характеристиками. Micro-LED дисплей на 23 миллиона пикселей, два процессора, M.2 для вычислений и R.1 для трекинга и камер. Уникальный скругленный внешний OLED дисплей, показывающий глаза пользователя после сканирования лица. 4 камеры для трекинга глаз, 2 камеры высокого разрешения для просмотра окружения, 8 камер трекинга окружения и рук, 2 сенсора для сканирования окружения, включая LiDAR и камеру глубины типа Face ID. Optic ID, сканер радужки глаз, работающий с Apple Pay. Объемный звук, оценивающий объекты реального мира, через который должен проходить виртуальный звук. Автономность до 2 часов через вынесенный аккумулятор. Устройство работает на Vision OS и поддерживает управление с помощью жестов, трекинга глаз и голоса. Цена 3500 долларов. Начало продаж в начале 2024 года пока только в США. Apple официально сообщила, что в Apple Vision Pro частота обновления дисплеев для большинства контента составит 90 Гц, а при просмотре видео со скоростью 24 кадра в секунду будет меняться до 96 Гц. По сравнению с конкурентами, шлем Apple Vision Pro уступает в частоте обновления дисплеев, не достигая значений в 120 или 144 Гц. По словам генерального директора дисплей, Supply Chain Consultants, Росса Янга, Apple Vision Pro оснащен двумя микро-LED дисплеями с диагональю 1,41 дюйма, а размер каждого пикселя составляет около 7,5 микрон. Журналисты, которые уже успели испытать устройство, отмечают, что угол обзора составляет от 100 до 120 градусов. Исходя из всего этого, ожидаемая плотность пикселей будет в диапазоне от 50 до 70 пикселей на градус. Практически сразу после анонса шлема Vision Pro, Apple объявила о приобретении AR-стартапа Miro. Представитель Apple подтвердил покупку, отметив, что Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, но не раскрывает свои конкретные планы. У Miro уже было несколько контрактов с американскими военными, в том числе с американскими ВВС и морпехами. Компания также предлагает корпоративные решения, например, в парке развлечений Nintendo World, где посетители могут надеть AR-устройство мира в стиле Nintendo. На общекорпоративном совещании Марк Цукерберг выразил своё мнение о Apple Vision Pro. Он признал, что дисплей Vision Pro является более передовым, однако отметил некоторые компромиссы, такие как вынесенный аккумулятор и значительно более высокую цену по сравнению с Quest 3. И добавил, что в технологиях гарнитуры нет ничего волшебного и не испробованного уже в Meta. Цукерберг также подчеркнул существование настоящей философской разницы между взглядами Apple на AR-VR и его собственными взглядами. Он заявил, что Meta будет разрабатывать социальные шлемы с доступными ценами, в то время как Apple, по его мнению, ориентируется на человека, сидящего на диване в одиночестве. После анонса гарнитуры Quest 3 от Meta у многих пользователей возникли вопросы о новых контроллерах, которые не используют камеры или кольцо для трекинга. Однако владельцы DevKit'ов поспешили успокоить всех. Ярослав Бек, сооснователь студии BitGames, создавший игру BitSaber, ответил на вопрос о качестве трекинга контроллеров Quest 3 так. Он хороший, не переживайте. Джон Кармак, бывший СТО Oculus, прокомментировал анонс гарнитуры, отметив, что Quest 3 будет хорошим устройством за свою цену. Текущий сотрудник отдела безопасности Meta Reality Labs под ником Sirus отметил, что с этими контроллерами можно пройти уровни сложности Expert Plus в BitSaber, но из-за другой формы не получится использовать клоохват, когда три пальца руки обхватывают контроллер сквозь кольцо. Американская корпорация Coppin объявила о достижении нового рекорда яркости микро-LED дисплеев. Компания получила первые образцы монохромных дисплеев с диагональю в 1 дюйм и разрешением в 2048 на 2048 пикселей. Пиковая же яркость этих дисплеев превысила 2,8 миллиона нит. Компания также заявляет, что в процессе доработки для массового производства можно достичь яркости от 3,2 миллионов до 3,5 миллионов нит. Ожидается, что такие дисплеи будут использоваться в очках дополненной реальности. На странице выставки Sigraf 2023, которая пройдёт в августе, появилась отдельная страница презентации корпорации Meta, на которой будет представлен прототип варифокальных VR-очков с плотностью точек, близкой к той, которую имеет сетчатка глаза человека. Это устройство имеет потенциал устранить проблемы перенапряжения глаз и окончательно решить проблему недостаточного разрешения изображения. Пользователи старых VR-гарнитур Oculus Go и Oculus Quest обнаружили, что последняя версия мобильного приложения Oculus не позволяет выполнить первоначальную настройку их устройств, в то время как другие пользователи говорят о том, что приложение работает корректно. Пока рано говорить, что мета убивает старые шлемы. Скорее всего, в приложении просто закралась ошибка. Но сам факт того, что гарнитуру нельзя настроить без дополнительного софта, стал ещё больше напрягать владельцев гарнитур Oculus. На конференции Apple WWDC была представлена новая функция фреймворка Apple Vision. Ранее система могла отслеживать только людей, но теперь она сможет отслеживать до двух кошек и собак одновременно и даже отслеживать положение их костей в режиме реального времени. Для трекинга животных в фреймворке используются 6 групп отслеживаемых точек, которые полностью описывают положение животного. Эти точки включают уши, глаза, нос, передние и задние лапы, хвост и туловище. Кроме того, доступна группа, которая содержит все отслеживаемые точки и позволяет получить полную позу скелета животного. Представители Apple и Unity подтвердили в сессии разработчиков, что на Apple Vision Pro появится полноценная игра Rec Room VR, а не просто порт версии для iPad. Были продемонстрированы игровые сцены, работающие на шлеме Apple, где движение рук передается с помощью трекинга рук, встроенного в шлем. Компания Meta выпустила в тестовом режиме новую игру в Horizon Worlds под названием Titanborn. По словам Meta, он позволяет взглянуть на новые улучшения и функции создания миров, и похоже, что одна из этих функций – импорт текстур и модели, анонсированные на MetaConnect 2022. В октябре прошлого года техдиректор Meta Эндрю Бозвард рассказал, что над социальным приложением компании будет проведена большая работа, и что приложение будет выглядеть совсем иначе. Некоторыми из обещанных функций были ноги, импорт контента и поддержка TypeScript. И похоже, что Titanborn действительно позволяет взглянуть на будущее метавселенной Цукерберга. Компания Meta выпустила новое обновление платформы виртуальных рабочих мест Horizon Workrooms. Теперь функция открытия трёх экранов, два из которых виртуальные, доступна не только на macOS, но и на Windows. До Workrooms такую функцию на Windows предлагали и другие приложения, например Immersed. Оно также предлагает два и даже четыре виртуальных экрана. Однако для доступа к четырём раньше требовалось приобретать NFT. А теперь Близз Новости. В подкасте Boss to the Future Эндрю Бозворт сообщил, что Quest 3 получит новую систему охлаждения, которая, по его словам, является одним из самых крутых инженерных достижений, которые никто не сможет увидеть. В Steam появилась страница игры Crossfire Sierra Squad. Это аркадный шутер с кучей миссий, включая 50 миссий для синглплеера или кооператива на двоих, и 13 миссий для одиночного прохождения. В игре также будет режим Орды с кооперативом на 4 игрока, 39 типов оружия и 17 типов противников. Даты релиза у игры пока нет. Slasher Hellsweeper VR получил дату релиза – 21 сентября. Игра будет доступна на ПК VR, Quest, а также PSVR 2. Помимо этого Vertigo Games объявили о том, что демо-версия игры будет доступна на фестивале Steam Next Fest, который пройдёт с 19 по 26 июня. Но вам не надо ждать конца июня, чтобы посетить страницу нашего спонсора. Этот выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, собираетесь ли вы покупать Apple Vision Pro. Увидимся в виртуальной реальности.